И сегодня вот открывает наше мероприятие такой гость, как Алексей Алексеевич Виндиктов, и он расскажет про, так сказать, политическую историю Российской империи. Давайте поприветствуем его и передадим слово. Спасибо большое. Видите, я всячески имитирую нашего президента, он опаздывает, и я опаздываю. Ну вот, приходится и так. Он сегодня встречался с машиностроителями, и я встречаюсь с машиностроителями. Так получилось. Значит, я выбрал тему лекций, хотя для меня ваша аудитория несколько неожиданная, конечно, но тем не менее, как вы знаете, помимо того, что я еще главный редактор Эхо Мачсквы, я еще издатель вот этого журнала, так это такая игрушка у меня пока, потому что, ну, во-первых, я был учителем истории 20 лет, а во-вторых, у меня нет никакого, меня диссернет не проверит, я не кандидат, не доктор, ничего. Вот. Ну и потому что мне кажется, что в истории существуют такие цикличные вещи, которые, если их правильно на них смотреть, то можно кое-что предусмотреть. Во всяком случае, некоторые процессы, они повторяются, конечно, не впрямую, и очень важно понять, в каком цикле ты живешь, для того, чтобы понять, какой тренд может сформироваться, несмотря на то, что у нас совсем другое общество, уже почти информационное, мы на пороге, видимо, третьей информационной революции, видимо. Да. Вот. Но, тем не менее, какие-то социальные институты пока функционируют, и некие правила, которые выработаны веками случайно, не специально, они тоже пока функционируют. И можно надеяться, что еще лет, так, 20-30 эти циклы будут сохраняться, а потом все рассыпется, конечно, потому что новое информационное общество, но это отдельная история, которой я отдельно занимаюсь. Я возвращаюсь к истории. Мне, конечно, интересно было, когда к власти пришла нынешняя команда, кого они будут имитировать. Значит, первое, что хорошо было бы понять, это как они учились и кого они берут себе в пример, хотя бы ментально. И в свое время мне удалось спросить, значит, начальника, как его, хозяина, как его теперь называют там за стеной, кто из государей вам ближе. Понятно, что все это пятно такое, которое не отражает реальность. Реальность – это не образы, а дела и политика, которую проводит та или иная историческая команда. И вот эту знаменитую фразу, это он мне сказал, что между Петром Первым и Екатериной Второй я бы выбрал Екатерину Вторую, кровищи меньше, а дел больше. Цитата, конец цитаты. Это Владимир Владимирович. Я, естественно, ему не поверил, никакая он не Екатерина Вторая, хотя с учетом Крыма что-то похоже. Но это такой кунштюк, такая загогулина, как Борис Николаевич говорил, не имеющая отношения к реальной политике. Это вот образ. Вот Екатерина Вторая. Опять надо понимать, что эти джентльмены, которые сейчас составляют правящую команду, в основном джентльмены, дам почти там нет, это люди, которые заканчивали школу где-то в начале 70-х, в конце 60-х, в конце 60-х, в начале 70-х, которую историю учили по советским учебникам достаточно черно-белым. И которые имеют представления довольно схематичные о том, что реально я принадлежу к тому же поколению, если бы я не учил историю в институте, ну там и в спецхране не работал, если вы знаете, что это такое, и люди, не владевшие иностранными языками, они имели вот такой советский образ истории, и до сих пор, встречаясь там с ними, с ним и с ними, понимаешь, что у них там такие пятна, которые у людей, у власти превращаются в кровавые пятна. Мы об этом еще поговорим, в частности про Кавказ. И поэтому, конечно, когда я приглядываюсь к человеку, с которым я могу приглядываться, с которым я могу разговаривать на эти темы, я пытаюсь не только человека, но все его политические, их, потому что все-таки надо говорить, конечно, о команде, о людях, не об одном человеке, это превратное представление, чем они руководствуются, и каким образом они видят нас сегодня и нас завтра. И когда на первом своем сроке, это был там третий, четвертый, пятый год, на перегрузе двух сроков, я для себя, да, важная история, сейчас сделаю шаг назад, значит, кто по взглядам у нас наш вождь? По взглядам он у нас правый популист, чтобы вы понимали. Вот если бы Владимир Владимирович был бы гражданином Америки, он бы был бы правее Трампа и точно голосовал бы за Трампа сегодня. А в Европе он сидел бы на крайне правых людях, может быть, не националистах, но на крайне правых. Он такой правый популист, во внешней политике империалист, во внутренней традиционалист. Это крайне правые популисты, нынешние тех, кого мы называем правыми, Марин Ле Пен здесь, Трамп там. В общем, приблизительно понятно. Это его взгляды, это отражает его искренние взгляды. И если вы посмотрите, как он себя ведет, он и его команда, смотрите, я все время говорю про его команду, потому что он не один, конечно. Это вот люди таких взглядов, имперское величие России там, традиция, да, там, семья, религия, устои здесь. Отсюда полное неприятие цифровой эпохи, полное непонимание, нежелание понимать, что мир разваливается под влиянием интернета и соцсетей. Просто непонимание, искреннее непонимание, а не какая-то зло-зловредность. Значит, вот я себе его определяю таким образом. Теперь делаем шаг назад. Давайте поищем в истории России правителей, которые обладали почти абсолютной властью. Конечно, монарх не обладал абсолютной властью, но известна знаменитая фраза Ключевского о том, что в России абсолютная монархия, ограниченная удавкой. Это он так комментировал Павла I. Но на самом деле, обсуждая с моими друзьями тоже по образованию историками, но они профессиональные, я дилетант, потому и так называется вот эта вот штука. Вот. Они мне вначале, поскольку они с ним не общались, они говорили, чисто Павел I. Чисто Павел I. Подождите секундочку. Вы имеете в виду психофизику? Вы имеете в виду интеллектуальную вещь? Или вы имеете в виду политику, строительство, конструкцию государства? Нет. Ты так спрашиваешь, так спрашиваешь. И, в общем, я-то вначале, внимательно присматриваясь к тому, что делает, хотел сказать, Николай Павлович, скажу Владимир Владимирович, значит, да, мне казалось, в первой его каденции, в первых двух его сроках, что все-таки он строит такую Николаевскую Россию, причем с 1925 по 1955 год. Вот было все понятно. Вот пришел молодой государь после непонятного Александра I, для которого самое главное слово – это порядок, орднунг. Известно было, что Николай Павлович, он был человеком порядка. И даже его последние слова, когда он умирал, то ли отравившись, как многие считают, что из-за поражения в Крымской войне царь принял яд. И я вам рекомендую найти, сейчас не вспомню название, но скажу составителя, книгу бывшего нашего санитарного врача Онищенко о том, чем болели и умирали государи. Вот они имели доступ к архиву, к вскрытию, к материалам, понятно, да? И там огромная глава про Николая I, где они доказывают, что архивы не показывают, что он принял яд. Но, возвращаясь, делая шаг назад, последние слова царя, который 30 лет сидел на троне, 30 лет умереть, да? Его слова были наследнику престола, оставляю тебе, Сашка, Россию не в полном порядке. Вообще, вы понимаете, вы умираете, что вы говорите, какое главное слово вы должны передать своему сыну и наследнику? Порядок. Вот он зашел на престол с восстания декабристов, то есть с попытки революции, с неудавшейся попытки революции. И его цель была навести ордунг, порядок, правила. И, умирая, оставляет своему сыну Россию, Крымская война, поражение не в полном порядке. Значит, чем знаменит, собственно, Николай I для профессиональных историков? Он составил огромный, многотомный свод уложения Российской империи. Все законы, все постановления, все государевые указы, вот все, что был, это огромный 38-томный свод российских законов. Вот дело было его жизни. Мы-то его знаем, как Николая Палкина, как душителя, декабристов, свободы. Все правильно, все так и было. Но при этом, вот империя из беспорядка, которая была при Александре, для него это был беспорядок, какие-то вольные общества, какие-то, и этим нельзя, и реакционерам нельзя. Вот ничего, вот я, да, потому что я определил порядок, и дальше по нему действую. И дальше он все время говорил, я государь, подчиняюсь такому же порядку, как ему подчиняется мой самый последний поданный. Можно сказать, что это идея фикс, а можно сказать, что это идея об устройстве мира. Когда все в порядке, когда каждый солдат знает свой маневр, когда каждый генерал знает свой маневр, когда каждый чиновник знает свой маневр, империя должна процветать. Но что ей мешает процветать, когда каждый знает свой маневр? Когда есть табель о рангах, которая соблюдается, при Николае I возникла фраза «не по чину берешь». То есть ты чиновник 14 класса, твой уровень взятки 20 рублей, что же ты берешь 25? Это чиновник 13 класса может брать, то есть смысл «не по чину берешь». И вот этот порядок, возведенный в абсолют, в том числе в семейной жизни, есть такая серия книг, может быть, вы знаете, там «Царские деньги», там «Воспитание царских детей», и вот про Николая, там вот как он, он был тираном в домашней жизни, абсолютным тираном, потому что он тоже водил там порядок. Там при Николае I, вы знаете, может быть, знаете, был жуткий пожар зимнего дворца, когда он сгорел полностью в 37-м году, в 837-м, естественно. И, значит, там вытащили этих несчастных детей, его, маленьких, он через час приехал, и почему они не спят? Время. Ну, смысл, да? Это описано в воспоминаниях фрейлины Чучевой, да? Вот чуть ли не погибли, эти дети, потому что там они задыхались, там сгорел, почему они не спят? И вот вся империя, вся империя строилась, исходя из такой, я хотел сказать, наверное, среди математиков такое говорить нельзя, двоичной системы, 2D, а не 3D, да? Там календарь, время, все, расписание, время, и так же строилась и политика. Он был абсолютно не гибок в политике. Вот, например, император считал, смотрите, как все похоже на наше все, на наше солнце. Император считал, что если в 48-м году, в 1848-м году, он подавил революцию в Вене, да? Он помог, помог императору австрийскому спасти свой трон, значит, всегда император австрийский будет рядом с ним. Проходит 4 года, Крымская война, австрийские войска на русских границах оттягивают корпуса. Как же так? Меня предали, он меня обманул. Ничего не напоминает? Буша не напоминает? Он же меня обманул, я же ему позвонил 11 сентября, а он что себе позволяет? Один в один. Как же так? Должно быть вот так, да? Палочки должны быть поппендикулярны. И вот это видение абсолютного монарха, перенесенного на конструкцию огромной империи, огромной, на Кавказе, да? Почему был снят Ермолов? Потому что он воевал нестандартно. Герой войны, любимец армии, заменяется на человека, я хочу фамилию, наверное, вы слышали, но, скорее всего, нет, на Паскевича. Это кто? А это отец генерал, это его воспитатель, который учил его орденгу, да? Вот это вот можно доверить. И у нас эта Кавказская война очень хорошо заканчивается, выжигается, это квадратно-гнездовым способом. Ермолов что сделал? Он сжег, а потом вождей. Замагал, тут видите, не будете сотрудничать, сожгу дальше. Что делал Паскевич? Квадратик, все выжечь. Квадратик, все выжечь. Аулы. Квадратик, все выжечь. И так оказалось эффективно. Правда, до уже Александра Второго только, да, этого Кавказская война продолжалась, когда там Шамиля повязали, или вернее он сдался. Но на самом деле даже распространение империи шло квадратно-гнездовым способом. Все должно быть в порядке. К такому-то числу взять этот аул, я видел письма императора в штаб Кавказской армии. В какого-то числа взять этот аул, такого-то числа взять. Какого числа, какой аул там? Ну, это невозможно, да? Эти налетели, ножами порубили, ушли. Там у Лермонтова все хорошо написано, у Толстого все хорошо описано. Нет. Орднон, почему не взяли аул? А меня не интересует это объяснение. У нас же написано. Солнце должно встать в 6.21. Я утрирую, безусловно. Но я вам говорю о принципе, на котором, вот так человек понимал, это отражение было его личности, на котором строилась империя. Конечно, вот мы все знаем хорошо пьесу «Ревизор». Вот обратная, изнанка этой истории, там все понятно, кто за что отвечает, кто где берет, все расчерчено. Изнанка. В коррупции тоже должен быть порядок. И мне казалось, что нынешнее наше государство после революции 91-го года, она потребовала орднонга. Это правда. То есть желание людей поместить… Что такое революция? Это огромная турбулентность. Какие-то люди, какие-то там, я знаю, булочники, три толстяка почему-то вспомнил, булочники, кузнецы, учителя, это самое вдруг становятся маршалами империи, грубо говоря, шестой революции. Вспомним маршалов Наполеона. И вот 91-й год, он взбудоражил людей, люди, которые должны были всю жизнь лечить, учить, считать на счетах, я не знаю, чем-то заниматься. Они вдруг оказались министрами, депутатами, дипломатами, стали делать другие карьеры, уходить в бизнес, олигархами, неважно что. Значит, этот период турбулентности, когда люди были вышиблены из своих социальных ячеек, просто, может быть, они и сами не хотели, но революция, да, и пришло время людям затребовать орденг. Дело в том, что, конечно, появление такого человека, и такой команды, как путинская команда, она же в истории уже была. Давайте вспомним там две революции, которые мы с вами, наверное, знаем хорошо, хотя бы по фильмам или по мультфильмам для некоторых молодых здесь присутствующих, да, это английская революция и французская. Что происходит? Да, значит, сначала, да, есть монархия, потом происходит революция и появляются такие люди, как Кромвель и Робеспьер, да, потом появляется военный диктатор, или это как Кромвель перерождается революционер, или как во Франции Наполеон, который восстанавливает монархию без знаков монархии, то есть Кромвель стал лордом-протектором, Наполеон стал императором, а не королем. Потом происходит реставрация, да, возвращается прежняя династия, которая вводит формально внешние порядки, на самом деле это другая страна, после реставратора умеренного приходит, значит, соответственно, это Карл II в Англии и Людовик XVIII и Бурбон во Франции, свергают этого диктатора, потом приходят самые-самые рейлисты, те, которые самые реставраторы, реакционеры Яков II в Англии и Карл X в Англии, новая революция, и там уже как-то соединяются бывшие и нынешние. Вот я думаю, что наша страна пройдет такой путь. Единственное, что могу вам сказать, что с моей точки зрения товарищ Кромвель как деятель революции и генерал Монг с одной стороны и товарищ Робеспьер и товарищ Наполеон в товарищи Путине соединились, то есть два этапа за один здесь. То есть он и порождение революции, ну кто он такой, подполковник в отставке, сосланный сначала в Дрезден, и его товарищи все, которые главные, они все такие, Патрушев где-то в Карелии, Иванов, по-моему, в Африке, в Замбии, да, вот никто, вот их революция выметает, они становятся волею судеб маршалами революции, не военными, а маршалами, а теми людьми, которые управляют процессом. Затем они становятся, он становится диктатором, потому что будет дальше. Диктатор, я имею в виду не кровавый диктатор с ножом в зубах, это человек, в руках которого в ходе революции, в ходе этой турбулентности сосредотачивается власть, и он говорит, а теперь порядок. Кромвель говорил порядок, Наполеон говорил порядок, Путин говорит порядок. Почему? Потому что люди устают от этой турбулентности. Вот большая часть населения не хочет этих перемен. Что-то схватили, где-то встали, да, и страна таким образом, странной, они реагируют, это просто отскок, сколько же можно на турбулентность, и требуется лидер, который наведет порядок. И толпа, избиратели, народ, не будем играть словами, взывает к этому лидер. Мы устали от неизвестности, мы устали от турбулентности, мы не понимаем, что дальше. Это запрос постреволюционный. Не император, а диктатор. Диктатор в смысле человек, который, потому что порядок, как можно навести у всех разные интересы. Общество рассыпалось из строго структурированного феодального общества, социалистического общества, неважно, да, вдруг, вот, хаос, значит, должен быть человек, который всех построит. Просто успокоиться. И это запрос истории. И мне казалось, мне казалось, что в первой своей каденции у нас, значит, Владимир Владимирович, он вот Николай Первый. Со всеми там, с его внутренним консерватизмом, с его демонстративной религией. Когда говорю про Владимира Владимировича, еще раз, ребят, я имею в виду команду, да, запрос на, потому что мог быть не Владимир Владимирович, а Николай Николаевич какой-нибудь, понимаете? Ну вот, там было несколько кандидатов, но вот этот человек вот с внутренним консерватизмом, с идеей Великой России или Великого Советского Союза, неважно, так же, как и Кромвель был, и Наполеон был, и они тоже вели захватнические войны, и тот, и другой, да, то расширение, чтобы людям что-то дать, потому что революция, она, конечно, поднимает часть населения, открывает возможности, любая революция, но при этом люди беднеют, и нужно возместить им внешним блеском и внешней славой все в истории было, все в истории было, ничего нового, просто мы живем в это неудачное время. Вот, но тем не менее, все-таки это не в книжках, а с нами происходит. И это делали вот такие, вот такого рода диктаторы, еще раз повторяю, для меня слово диктатор не несет негативной коннотации, потому что, ну, там, Сула был диктатором, Цезарь был диктатором, историческое слово, диктатор. А дальше что происходит? И вот я тоже думал, вот Николаевская, все понятно, он восстанавливает по-другому институты власти, кому плюс, кому минус, неважно, он пытается окраины империи закрепить за империей, тоже понятно, он пытается выстроить отношения у нас, как наследник Советского Союза и Российской империи, тоже все понятно, и вот он такой, а потом приходит Медведев. Понятно, что никакой Медведев не пришел, а пришел Путин Лайт, но это вот тот самый, вот то самое уже постреставрационная история, когда уже порядок наступил, более-менее, седьмой год, и вот он с миром начинает как бы выстраивать, что мы одни из них, одни из великих на равных беседуем, то есть Россия возвращается как равный в мир, вот это положено уже, Путин, конечно, человек для мира неприятный, а Медведев более приятный. И потом мы видим реванш. А я вам могу сказать, что очень мало людей в восьмом году считало, что Путин вернется через четыре года. Очень мало людей. Посчитать это было невозможно. Еще раз повторяю, я не про человека, я хочу, чтобы меня правильно поняли, я про систему, про устройство, про конструкцию, про будущее. Значит, мы не будем сейчас с вами говорить, почему у Дмитрия Анатольевича был один срок, неважно, это Медведевское интермецо, оно такое странненькое было. На самом деле возвращается Путин, и я его не узнаю. Но вы мне поверьте, что я как бы имею возможность с ним общаться, и неформально, нечасто, не близко, но неформально. И я с ним в основном говорю вот на эти темы, говорить с ним, что я буду с ним, про Ходорковского, что ли, говорить? Ну, или про Навального? Ну, несерьезно. Ничего не скажет просто. А вот на тему там Россия-Украина, Украина как часть России, в его понимании, один народ, одна земля, в его понимании, он недавно это сказал, а нам он это сказал, мне он это сказал полтора года назад. Вот, что это один народ, и когда я там начал с ним разговаривать, исторически, ты не понимаешь, там-там-там-там-там-там-там-там, ну, неважно, я ничего не понимаю вообще никогда, поэтому мне не обидно. Ну, вот, и я вдруг обнаружил, что того Николая Павловича, который прежде всего ставил орднунг, и знаете, какое было самое повторяющееся слово в в одиннадцатом году, когда он был последний народ, стабильность. Стабильность – это орднунг. Вот чисто Николай Павлович. Еще одиннадцатый год, да, он еще премьер-министр, еще никто не знает. Это вот Российская империя, где правила действуют, ну, за исключением Чечни, но и при Николае Первом тоже на Кавказе было весело. Значит, от Хабаровска до Калининграда все, палочки должны быть поппендикулярны. Дальше чего? Мы приходим, и что мы видим за последние три года? Мы видим абсолютное изменение тренда конструкции Российской империи. Просто изменение. Вот по сравнению с 2000-2008, пропускаем Дмитрия Анатольевича, 12-й, ну, 16-й год, да, мы видим то, что в политологии, в истории называется словом реакционный. Мы видим другого человека. Нет, когда можно говорить, что он всегда был такой и только притворялся, как мне некоторые говорят, где же вы такие умные были 10 лет назад, когда это вы мне не сказали, когда мы это обсуждали. Ничего подобного. Значит, мы видим человека, и в исторической параллели, вот тут бы я ушел бы точно на Александра Второго. Третьего, простите, третьего. потому что вот это Медведевская интермеца теперь все пытаются поместить, как вот реформа Александра Второго. И вот пришел, значит, контрреформы. Но вся история в том, что контрреформы нынешняя команда Путина проводит против того Путина, против Путина Николая. Это очень такая забавная история. Значит, есть конкретные примеры, например, по иностранному усыновлению. Значит, надо понимать, я вам просто расскажу, чтобы вы понимали, как принимаются решения, и это чисто имперские решения, в смысле централизованные в империи. Вот, знаете, как Александр Третий говорил, когда ему министр иностранных дел, по-моему, Гирс, подносит Депешу срочно подписать туда, Европа ждет, государь, вашего решения, на что Александр Третий ему говорил, Европа сейчас сидит перед тобой и удит рыбу. Не Европа, Россия. Сидит перед тобой и удит рыбу. Европа подождет, пока царь русский удит рыбу. Правда. Это записано у Гирса. То есть, это такое, вот, а-ля Людовик XIV, государство, это я. Вот я сижу, если вы посмотрите, если вы найдете, попытаетесь найти в интернете, я забыл, как этот сайт, значит, есть гениальные записки Александра Третьего на Депешах российских послов. Вот он там что-то идет из Берлина, и там напротив Бисмарка он пишет, нет, каков мерзавец, он со всеми очень высокомерен, он единственный велик, он царь солнца, я имею в виду Александр Третий. Значит, что делает Александр Третий, что он считает? Он считает, что Крымская война и реформа Александра Второго унизили Россию, унизили Россию, сделали ее слабой, поэтому известна его фраза «В России два союзника, армия и флот». Это Александр Третий. Поэтому огромные бюджетные деньги в армию и во флот. Я даже сейчас не про мракобесные тенденции, хотя они тоже видны, это мы видим то же самое сейчас. Значит, огромную роль при нем начинает играть знаете, вот и даже Николай Первый, не говоря уж об Александре Втором, они понимали, что в империи живут разные народы. И когда там при Николае, потом при Александре, скажем, присоединялась Средняя Азия. Это очень интересно, мы в школе этого вообще не учим, каким образом, как тонко царские генералы, генералы, Александра Второго вели политику с местными властителями, с местными обычаями. Нет, когда надо вырезали, тут нет проблем. Но, как правило, на самом деле, они их заманивали, они их обнимали, они их целовали, они им давали титул с разрешения государя. Генералы-губернаторы были очень мало, было среди них этих солдафонов. Очень интересно. Генерал Кауфман, кто его знает, генерала Кауфмана? Скобелева все знают, а Кауфмана нет. Кауфман для России сделал больше, чем Скобелев, уверяю вас, по присоединению в Среднюю Азию и по втаскиванию народа в Среднюю Азию аккуратно-аккуратно. Они там мусульмане, они там берберы, имеется в виду, что они кочевники. Значит, надо с землей очень аккуратно. Вот это все было, это реформа Александра. Приходит Александр Третий. Не, все русские, всех в православие, начинаются мятежи на Кавказе, в Средней Азии. Ничего не знаю, вот никакой тонкости. Это на самом деле исходило из его понимания правильности, не потому, что он был плохой государь. То есть он, я считаю, например, что революция 17-го года это следственные действия Николая Второго, Александра Третьего. Потому что в революции и феврале, кто восстал в начале? Национальные окраины. Ну, плюс две столицы. Национальные окраины. И в основном революционеров дали национальные окраины. Это что значит неверно решен национальный вопрос? Значит, ну, здесь пока мы не видим, я имею в виду Владимира Владимировича, но то, что сейчас империя, давайте называть правду, мы стремимся к империи. В империи есть несколько признаков. Они все совпадают с нынешними действиями нашего государя. Включай идеологию, включай символику, что очень важно. Включай символику. Вот все эти вот ху-ху-ху, это все имперские, есть такой термин, да, домашки? Я гляжу, как то, что строилось как империя Николая Первого, сейчас строится как империя Александра Третьего. Это очень, на мой взгляд, я вам говорю ровно то, что мне приходилось пару раз говорить Владимир Владимирович. И на мой взгляд, это очень опасно. Ровно так же отбирались кадры. Ровно так же, ну, ближайшие кадры, да, нам не нужны, как он говорил, написал один раз в обратном переводе с французского, в общем, нам не нужны умелые, нам нужны верные. А за них я буду думать сам. Да, главное, чтобы исполняли. Вопрос исполнения. В империи ничего не работало, ничего не исполнялось. Даже по вашей, наверное, профессии, если вы посмотрите индустриализацию времен Александра Третьего, да, что сначала это был при Александре, в отличие от Николая, это был, в общем, государственный, государственная индустриализация. Это был не частный капитал. Частный капитал уже в конце его царства, когда Витта, когда уже пришел, уже уговорил, уже стали там привлекать этих купцов, старая, а до этого купцы сидели на деньгах, не, государство, не, 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 не. Почему? Потому что казнократство. Потому что понятно, что чиновники делали. Потому что они не заинтересованы в результатах. И он пишет грозные резолюции, исполнить мои майские указы, почему не выплачивается зарплата на Сахалине. Ну, понятно, что он не так писал, да? Там, пошлать туда, чиновники, все скачут туда с ревизии, там, Чехов едет на Сахалин, там, потом. Ну, это просто чума, да? Это просто вот одна к другой картине. И это все управление конца XIX века, а не начало XXI века. Поэтому, завершая вступительную часть, потому что мне сказали, чтобы я оставил время на вопросы, если они у вас будут. А если нет, пойду пить чай. Вот. Я хочу сказать, что, конечно, любое сравнение хромает. И в истории нет, нет, периодов, которые повторялись бы даже в одной стране. Но, к сожалению, надо признать, что если будет идти такой тренд, который, я называю трендом мракобесным, не только в идеологии, в кадровой политике, в политике национальных окраин, в международной политике, да, мы ровно получим, да, вот то, что получил Александр Третий потом. Потому что после него придет человек лично слабее, морально слабее, но это так опять, можно там играться сколь угодно, но смотрите, после Сталина Хрущев, после Брежнева Горбачев, ну, после длинных периодов, да, вот придет человек просто слабее, потому что сейчас, когда человек все сконцентрировал, там должно все рассыпаться, потому что институты работают плохо. Я не скажу, что они не работают. Я не скажу, что он не пытается заставить их работать. Как мне сказал один его близкий друг, его намерения чисты. Я сказал, ну хорошо, а моему сыну-то что с этого? И это не есть какая-то там, знаете, а что делать? А ничего не делать, потому что мы понимаем, что ничего не делать, в смысле ничего сделать в этом нельзя, потому что человек, я хочу сказать, чтобы вы это поняли, он верит в то, что он делает, так же, как Александр Третий. Вот это очень важное понимание того, что то, что делает нынешняя команда, во всяком случае, Путин, он верит, что он делает правильно, он верит, что он правильно сделал, что он вернулся, потому что без меня вас передушат, как котят, очень знакомо. Он верит в то, что вот такая система управления единственное возможное, потому что я окружен бездарями, правда, которых я сам поставил. Тут надо понимать эту историю. И это большая проблема. Значит, есть еще один момент, это, конечно, внешняя политика, я не буду уклоняться, хотя все привыкли от него уклоняться. Да, это наши ближайшие соседи. Значит, Александр Третий, да, это тот царь, который сказал эту знаменитую фразу, император, да, что у армии, в смысле у России два союзника, армия и флот, при этом он заключил Антанту, вы будете присмеяться, он стоял, по-моему, в 94-м году встречал французского президента под Марсельезу, да, он вынужден, был честен, к фуражке приложил, есть фотография, значит, ну, понятно, что этот момент оркестр, видимо, играет Марсельезу, но фотографии это не видно, но подходит французский корабль, который ведет французского президента и стоит, значит, который бы за эту Марсельезу живьем бы закопал, как вы понимаете, да, но прагматично заключил союз Антанту, при том, что говорил красивые слова, но при этом у него постоянно, постоянно его внешняя политика нарывалась на политику имперских окраин, постоянно, потому что если вы думаете, что афганская проблема только сейчас, нет, это тогда, постоянно все эти беевы, поскольку их давили, поскольку шла русификация, да, поскольку там у них отнимали у беев власть, а у народа алфавит, скажем так, да, у грамотных людей, у местной, скажем, интеллигенции, вот, а крестьяне платили двольные налоги Декхана, значит, своему бею и в Москву, в Петербург тогда, да, ну, федеральные налоги, что называется, у него постоянно возникали там проблемы, которые в современных ученых, это маленькие были, на самом деле, мы видим письма, которые пишут ему с этих охран, с Кавказа, из Польши, из Финляндии, напомню, что это все территория Российской империи, что государь, катастрофа, местная элита затаила, потому что все управляется из центра, только ждет случай, чтобы вцепиться, это пишут генерал-губернаторы, значит, надо этого бея казнить, значит, этих поляков нужно вот этих вот шляхтичей туда, значит, финское, и отзейское баронство, их нужно разослать, это пишут генерал-губернаторы, не только потому, что те не хотели там учить русский язык и менять алфавит, но еще и потому, что они действительно считали, что вот местная элита, да, вот провинциальная, что она не должна делиться всей властью с Петербургом, с Москвой, с кем угодно, и когда там через 20 лет ломануло, мы же видим, что местная элита стала, кто такой Маннергейм, кто такой глава Финляндии после Маннергейм, генерал-адъютант, императора Николая II, это люди оттуда все, и то же самое случилось в 91 году, когда развалился Советский Союз, кто такие все эти Назарбаев, Кравчук, президенты самостоятельных республик, это все секретари Компартии, ЦК Компартии союзных местной элиты, которая не переносила вот этой централизации, нет гибкости, не было гибкости у императора, должен вам сказать, что и сейчас гибкости нет, потому что внешние угрозы с точки зрения империи, они как раз направлены на развал, и так же считал Александр III, что это вот европейские революции придут и все развалят, Маркс там, он и про Маркса знал, чтобы вы понимали, государь был не дурак, и разведка, кстати, в Европе работала очень хорошо, но разведка не секреты тырила, а сообщала о революционных движениях, я просто напомню, что его папа был убит народовольцами, поэтому он чрезвычайно боялся покушений, даже переехал из, если вы не знаете, из Зимнего Дворца, переехал в Гатчину, под охрану туда, получше, да, и он считал, что эти революционеры, они все наймиты, да, Маркса, ну или там западных, всяких, чтобы расшатать, вот он так считал, и это есть в его резолюциях, и я это все нашему всему рассказываю, естественно, когда могу, вот, но на самом деле мы, мне кажется, что мы сегодня находимся в тренде, в тренде, который может отличаться, тем не менее, в тренде Александра Третьего, вот этой империи, где внешний блеск и накопление проблем, которые можно решать только запретами, это же знаменитые при Александре Третьем эти указы о кухаркиных детях, что дети податных сословий, они должны учиться в гимназиях, запрет, Александр разрешил, второй его папа, Александр Третий запретил, люди уходили в подпольные кружки, это не напоминает, такой, запретят это, вы уйдете туда, правильно, да, обойдете вы все эти фаерволы и будете сидеть там в своих сектах, как бы сказали у нас, но это вот, это вот то уже было, на самом деле, еще раз повторяю, не воспринимайте мои слова вот как прямую кальку, но вот я чувствую, да, что некие повторения, мы видим там серых людей, принимающих решения, вы знаете, последнее скажу и потом отвечу на вопрос, если время-то осталось, я даже не знаю, очень интересно, вот на прямой линии с Путиным, он там похвалил Обаму, наверное, смотрели, да, как выяснилось, Обам-то не то имел в виду, не за то похвалили, значит, Путин-то решил, что Обама признал ошибку, что они вторглись в Ливию, а Обама сказал другое, Обама сказал, что нашей ошибкой было то, что мы не просчитали последствия входа в Ливию, понимаете разницу, чувствуете разницу, а ему доложили по-другому, и он принимает решение, исходя вот, слишком много всего идет, вот есть верные люди, они же не обманут, последний был у меня интересный с ним там диалог, там года три назад, что-то мы про интернет говорили, я говорю, что Владимир Владимирович, что вы не пользуетесь-то, он говорит, ну я пользуюсь, я говорю, ну что вы пользуетесь, распечатывают там, сайт Эхо Москвы условно, и вам кладут, он говорит, ты не понимаешь, весь твой интернет, мой интернет, мне это очень понравилось, Цукерберг, где он, где моя доля, что называется, весь твой интернет, он говорит, это все манипуляция и дезинформация, ты понимаешь, я же принимаю решение, которое отражается на жизни миллионов людей, я должен точно понимать, что информация, которая у меня есть, она сертифицирована, а в твоем интернете что? Сплошные анонимы, я говорю, ну да, конечно, ваши папочки, ваши генералы, вам кладут сертифицированную информацию, понимаешь, в чем дело, там информация подписана, и я в случае чего знаю, кого наказать, а в вашем интернете, то есть логика не какая-то, а в вашем интернете, вот, грубо говоря, о кухаркиных детях, указ или закон, закон, нет указ, по-моему, Александра Третьего, там ограничение на образование для некоторой части населения, большей части населения, на высшее образование, да, оно и заключалось в том, что только верные люди могут получить такое образование, это информация, да, это умение пользоваться информацией, только верные люди, а то из благородного сословия, что там неблагородные дети, что они с ним сделают, в революцию пойдут, чистая история с интернетом, я готов ответить на ваши вопросы, если они есть. Нет, вот там микрофон, вот там я вижу, есть микрофон. Поднимайте руки, к вам подойду. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, какой минимальный прогноз вы могли бы дать нам на будущее, и кого вы ожидаете в следующем у власти, ну, с таким анализом, таким подходом, и какие последствия это нам принесет. Спасибо. Если говорить по личностям, то следующим президентом очевидно будет Владимир Владимирович Путин, я думаю, что нет никаких сомнений, тут, я думаю, что любой даст такой же прогноз, в 2018 году, я имею в виду, смотрите, меня же люди меньше интересуют, чем системой, да, у меня уже там возраст, мне позволяет думать о системах, а не о людях. мне представляется, что это будет зависеть, я пытаюсь объяснить, если будет непонятно, вы меня остановите, не от того, что мы сделаем, а от тех угроз, которые будут. Вот угрозы вызовут человека. Вот, грубо говоря, на сегодняшний день, если говорить серьезно, существуют, на мой взгляд, две серьезные внешние угрозы, пока внешние, внешние угрозы для нашей страны, на мой взгляд, но, естественно, это не только мой взгляд, я же обсуждаю с разными людьми, которые умнее меня и лучше меня понимают. У меня сложилось такое представление, что такое существует. Это, назовем это политкорректно, южный терроризм и это китайский экспансионизм, да, то есть это, грубо говоря, китайское экономическое давление, которое идет на перехват. Вот, вопрос, Россия может с этим справиться или нет? В нынешних условиях, в нынешней политической системе в нынешней военной ситуации, нашей, да, Россия может одна, одна в смысле без союзников и кто является союзниками. Вот, собственно говоря, мое видение такое. Если эти угрозы будут расти, адекватного ответа не будет, соответственно, угроза, слово распад мне не нравится, вот повторение, уменьшение территории России за счет окраин, по разным причинам, Дальний Восток по-своему, Средняя Азия по-своему, Средняя Азия, имею в виду Оренбург, и там туда под брюшья, по-своему, Кавказ по-своему, угрозы велики. Если, и я знаю, что власть отдает себе отчет, что есть такие внешние, еще раз, внешние угрозы, да, но третья угроза у нас известна НАТО и США, да, но она что-то там пока не воюет. Поэтому, мой прогноз, что турбулентность большая, в условиях нынешней ситуации, она совсем огромная, то есть не просматривается никаких решений. Кто, вот если признать, что эти две угрозы являются реально самыми серьезными, я имею в виду южный терроризм и китайский экспансионизм, кто является нашим естественным союзом? У кого еще такие угрозы? Понятно. Штаты Европы. Кто с терроризмом южным, да, против кого он направлен, и с кем борется Китай, да. У нас никакой возможности на нынешнем треке, никакой возможности, чтобы не писали мои коллеги, чтобы даже я не говорил по радио, наладить отношения на более высоком уровне с нашими возможными союзниками, которых я назвал, нету. Нету. Вопрос, найдет ли нынешняя или следующая правящая команда возможность заместить этих союзников другими союзниками. Или как-то их приспособить. Я пока не вижу. А с учетом того, что эта команда точно продлится за 18-й год, ну, если все как бы без турбулентности внутренней, то до 24-го года, есть ли у нас это время, есть ли у нас еще 8 лет, да, вот на ответ этим угрозам, я не знаю. Я не вижу. Еще раз повторяю, я то же самое говорю всем, кто со мной разговаривает, поэтому это не специально для вас. Вот. Поэтому никакая там, я не знаю, никакое импортозамещение как национальная идея, я имею в виду. Но не мне вам здесь рассказывать. Да, есть импортозамещение, это когда действительно, да, можно что-то там заместить, а есть импортозамещение как национальная идея, которая существовать не может как национальная идея. Вот. Вот могу сказать, что за своего 15-летнего сына я опасаюсь. За себя уже с моим возрастом думаю, проскочу раньше. поднимайте руки. Передайте, пожалуйста. При этом я не пессимист, я умеренный оптимист. Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня было много сказано про турбулентность, и вы упомянули, что политика Владимира Владимировича направлена как раз на то, чтобы эту турбулентность снизить, потому что есть на это запрос. При этом мы видим исключительно ее увеличение последние несколько лет. Как это можно объяснить и вообще какая связь между запросом? Это все очень просто, потому что запрос был в 2000 году. Это время первых двух каденций Владимира Владимировича и, соответственно, Дмитрия Анатольевича, первые 12 лет. Наоборот, та стабильность, она для, извините за это слово, ненавижу, креативного класса, то есть для людей, которые своими мозгами двигают страну, превратилась в застой. Понимаете? Мы же видим, что мы отстаем. Ведь утечка мозгов, в том числе, наверное, среди ваших знакомых, это не потому, что здесь плохо. Это потому, что там возможности больше. Стало. Стало. Не потому, что здесь плохо. Очень многие люди, не потому, что у них нет возможности, там быстрее, там точнее, там не занимаешься фигней. Понимаете, да? То есть запрос на турбулентность в другую, интеллектуальную. Сейчас. Ну, действительно, реально там в Силиконовой долине я этим летом ездил, ну, я не могу сказать, что каждый второй говорит по-русски, да, но если ты заходишь в столовую и говоришь, ребята, кто-нибудь может перевезти? Человек 20 тебе поворачивается. Ну, они либо казахи, либо украинцы, либо наши, да? Понятно. Не важно, я просто не говорю по-английски, поэтому таким образом я всегда находил всегда переводчик. Кто-нибудь здесь говорит? Да. То есть на самом деле запрос, вот это выровнялось, вот то, что я пытался объяснить, вот это выровнялось, устаканилось, да? А дальше-то что? А дальше страна должна делать рывок, как это было опять-таки Англия, которая становится после революции мастерской мира, Франция, которая в середине 19 века, промышленное производство, все эти забастовки леонских точин, это же ответка на промышленное производство, да? Рывок в технике, вот мне не нравится слово индустриализация, потому что сейчас индустриализация, она здесь, да? В чипах, грубо говоря, ну, как содержание. И вот после того, как социальная турбулентность останавливается, рывок идет в мозгах и в технологиях, что во Франции, что в Голландии, кстати, что в Великобритании и так далее, что в Германии после объединений. У нас этого не произошло, потому что у нас сразу, сразу мы перескочили к реакции, где движение мысли должно быть не просто выстроено, а должно быть лояльно. Если в первой каденции движение мыслей должно быть выстроено, то теперь оно должно быть выстроено, но лояльно. Даже в науке. И это очень важно. Посмотрите, сейчас огромная проблема. Я был сторонником разгона Академии наук, сразу скажу, сразу скажу, отвечу, потому что в основном люди занимались тем, что сдерживали науку. Это правда. Забирая бюджетные средства. Ну, понятно, да? Это же все считанные позиции. Но я вам должен сказать, что на самом деле вот эти НИИ всякие, которые мелкие, которые потом возникли, которые занимались реальными изобретениями, даже после, им говорили, вот сейчас мы разгоним Академию, то деньги дадим туда. Государство вам даст. Деньги защиту. Что происходит? Деньги, бывает, приходят, а работать с иностранными коллегами нельзя. Но наука, не мне вам рассказывать. Нельзя. Математики. Нельзя. Биология. Нельзя. Я совершенно был потрясен, когда узнал, что примерно треть фонда в Америке в этом году, вот когда был, мне же это интересно все, они знаете, куда уходят? Они уходят в биотехнологии. У них сейчас вот это главное, вот слышали вы что-нибудь про это? Вот сейчас главное направление фундаментальной науки, да, биотехнологии, биохимии для чего? Для продления человеческой жизни и здорового человека. Вот они про это, а мы про что? А у нас биотехнологии, у нас есть такие лаборатории, раз говорят, вот в гару. Не-не-не, шпионы. Это следствие. Понимаете, да, это же не специально шпионы. Это следствие общего умопомрачения. Я вам могу сказать, рассказать замечательную историю, извините, что я так долго, но мне просто кажется интересно поделиться. Недавно в Москву приезжал бывший сенатор, ему сейчас 90 лет, такой Сэм Нанн. Сэм Нанн, в свое время была программа Нанн Лугер, да, эти люди, два сенатора, Нанн и Лугер, провели в 90-е годы, когда развалился Советский Союз, решение о том, что все атомные вот эти вот самые материалы и бомбы Украина отдала России, Белоруссия отдала России, Казахстан отдал России. Это их заслуга. Это они убедили американское правительство. Они ездили, значит, по Кравчукам, Назарбаевам и так далее, сулили им манны небесные американские деньги. Но только одна права. Вот Америке выгодно, чтобы было не четыре ядерных державы, а одна Россия, да, чтобы это не распланировать. И они уговорили. И вот он сейчас приехал. У меня было с ним интересно. а вы не жалеете, я говорю, Сэм, что вот сейчас бы было бы Украиной, предположим, атомное оружие? Может быть бы и войны не было в центре Европы? Когда бы мы не столкнулись бы, вот вы сейчас, вот вам 90 лет, а он такой крепкий парень. Говорит, ни в коем случае, Алексей, ни в коем случае. Потому что, если бы у Украины оставалось ядерное оружие, у украинских генералов, у украинского руководства, было бы очень большое искушение защититься ядерным оружием. Вы представляете, что было бы? Как бы ответили ваши? То есть, у меня даже в мозгу такого не было. Понимаете, как они видят? Это счастье, что только у России, говорит американский сенатор, который есть атомное оружие, что у Украины его нет. Да, я-то считаю, предположим, как человек наивный, что тогда бы не было войны, а он считает, что тогда была бы ядерная война. Ну, я в данном случае как бы поверил бы ему скорее. Потому что, конечно, уровень, как бы это вам сказать, подготовки нынешних украинских, да и наших, людей, они не боятся ядерной войны, они могут нажать кнопку. В этом история. И это важно психологически и идеологически. Понимаете, да? Ситуация изменилась, запрос на другой, а тенденция на тренд реакционный. А реакционный тренд никогда не давал еще науке и развитию. Никогда. Даже на коротком периоде. Не найдете в истории такого периода. Просто не найдете. Вот у меня вопрос, в чем нынешний президент и Александр Третий являются антиподами. Вот, например, Александру Третьему приписывают лозунг России для русских, а нынешний президент, наоборот, утяжеляет уголовную дубину для поддержания толерантности. с соответствующими статьями. Понимаю. Значит, я вам скажу, никогда не верьте лозунгам, потому что для императора Александра Третьего русский равно православный. Если татарин принимал православие при Александре Третьем, он становился в его глазах русским и был допущен до государственной службы на любом уровне. Понимаете, да? Он слово русский понимал как империя, как император. В этом смысле они похожи. Наоборот, когда Владимир Путин говорит мы русские, он имеет в виду империю. Вообще империя это граждане или подданные как угодно. Начиная со времен Цезаря, когда говорили вот он имперский подданный, совершенно неважно он армянин, парфианин, он имеет статус римского гражданина. Понимаете? И вот то же самое, что у Александра Третьего и на мой взгляд то же самое как раз у Путина. Я всегда говорю Путин не националист, Путин империалист. Отвечая на ваш вопрос. А в чем они антиподы? Ну, вы знаете, на самом деле Путин не стремится конфронтации, на мой взгляд, не стремится конфронтации внутри, ментально. Он считает, что, на мой взгляд, но я не Песков только, он считает, что конфронтацию нам навязали. И вот для меня главная стабильность, говорит он. Понимаешь, вот жили и жили себе там, мир делили и делили. Как было хорошо? Вот его понимание. Александр Третий, в отличие от этого, был империалистом, захватчиком, да? Он хотел командовать Европой. У Путина этого нет. Оставьте меня в покое. Вот у Путина, скорее всего, так. Давайте, последний короткий вопрос. Я буду короче отвечать. Я постараюсь быть краток. Спасибо за интересную лекцию. У меня вопрос про интернет. С одной стороны, я полностью согласен. Короткий. Я обещаю, очень короткий. Значит, с одной стороны, я согласен с вашими словами, мы все знаем людей из Ольгина, и мы все помним последнюю статью Бастрыкина в власти. А с другой стороны, мы можем дать такое явление, как последняя прямая линия, там, где федеральный канал пытается наладить контакт через интернет, как через платформу контакта с народом. Как вы думаете, есть какие-то перспективы развития такой платформы контакта с людьми, вот людей и этой питерской группировки? Спасибо. Я думаю, что Владимир Владимирович и люди, которые вокруг него, они не доверяют этому. И вы, наверное, видели, если вы смотрите, как он раздражался, когда ему журналисты навязывают вот теперь этот, теперь этот. Он говорит, нет, нет, вот это. Он считает, что это все манипуляция. Я думаю, что наше поколение, не то, что оно должно уйти, я там чуть помладше его, но у нас другие мозги. Для нас, сейчас попытаюсь объяснить, для нас интернет это инструмент, для вас среда обитания. Мы никогда не договоримся. Давайте девушке еще дадим, я буду короток, я обещаю. Я тоже. Вот. У меня вопрос по поводу команды. По идее, если человек вот верит в свою какую-то идею, идет, ему нужны достойные сторонники. Почему, когда происходит разоблачение, формат очайки, нет реакции? Вы знаете, слово, я вам сейчас процитирую одного высокопоставленного нашего товарища. Он тоже говорит слово достойное, слово достойное не кодифицируется. Достойное в чем? Смотрите, он понимает, что идет политическая борьба. В расследовании по чайке нет никакого чайки, есть его сын. Ну так вот, если совсем серьезно, да? Он обладает небольшим кругом друзей, которым он доверяет. Если не жизнь, то собственность. И он понимает, что против него, ну, в политической борьбе, через его друзей пытаются его достать. Поэтому он не доверяет этим разоблачениям, тем более, что они чередуют через интернет. Какие-то там люди чего-то там публикуют, причем еще манипулируют. Он тут же смотрит и говорит о том, что вот дырка, вот смотри, а где я? Где моя подпись? Что они на меня наехали? Что справедливо? В прямом смысле этого слова. Но своих друзей, вот друзей, не друзей, близких людей, они очень похожи на него. Самые два близких человека, Патрушев и Иванов сейчас. Это такие же, как он, майор или подполковники до 90-х годов, с таким же образованием, такого же возраста, с таким же миропониманием. Он окружает себя людьми сейчас, как мне кажется, одинакового миропонимания. Если в первых конденциях имени Николая Павловича там были разные люди, часть он наследован от Ельцина, часть он там типа Кудрина, людей с другими взглядами, я же не говорю хорошие, такие другие, то сейчас, если мы посмотрим, кто вокруг, это люди, либо которые давно с ним, либо приблизительно одинаковых взглядов. он их защищает, потому что их не так много. Я думаю, что мы все в обстановке осады, если вы когда-нибудь жили в обстановке осады, мы все там понимаем, что раз, два, три я доверяю, остальные могут быть средством давления на меня. Это абсолютно человеческая, а не политическая история, и, по-моему, она совершенно очевидна для всех. Вы все через это проходите. К сожалению, у нас нет больше времени заделаться. Давайте на средние века берем. Журналы я принес, какие были, это вам просто, чтобы вы понимали, что мы пытаемся сравнение найти. Мы, когда я последнее скажу, извините, как история, вот этот номер журнала с Бен Ладеном, мы сделали по истории терроризма, и мы искали первую террористическую организацию, чтобы сделать про нее статью. Именно организацию. Что такое террористическая организация? Организация, которая убивает не представителей власти, а людей по принадлежности к чему-то. И мы обнаружили, что первые были сикарии в Иудее, которые убивали римских граждан только за то, что они были римские граждане. Я, когда это принес неназываемому человеку, он листанул и сказал, господи, здесь евреи. Спасибо.